В Мелитополе оккупанты отправили бывших уголовников учить детей рукопашному бою. Мы видим масло о том, что на сегодняшний день враг пытается промыть мозги нашим детям. Кроме этого, агрессоры продолжают рассказывать, как восстанавливают больницы. Смеюсь с этого по одной простой причине. Для чего детей учат рукопашному бою? Действительно ли оккупанты восстанавливают больницы? И какая сейчас ситуация в городе? Сегодня расскажем. Россия продолжает сеять пропаганду среди детей во временно оккупированной территории Мелитополя. Мы видим масло о том, что на сегодняшний день враг пытается промыть мозги нашим детям и всячески навязать свои нарративы на воспитание наших детей. Окупанты создают целые организации, которые занимаются военным воспитанием детей. Мы можем вспомнить о том, что сегодня на временно оккупированной территории созданы как минимум с десяток общественных организаций, которые все про одно и то же. Которые Юг-юнармия, Юг-молодой, ПУ-1, ПУ-1 или ПУ-1, я уже запутывался. И их задача следующая – это промыть мозг нашим детям и для того, чтобы навязать им неправдивую историю. И вот этим они и занимаются. Одной из мелитопольских школ убийцы с батальона Балицкого учили детей рукопашному бою. Действительно, несколько дней назад, приурочено к дню рождения террориста Путина, они в нашей третьей спортивной школе провели обучение по рукопашному бою. Естественно, делали это обучение уголовники, потому что в основном тех, кто его набирают сегодня в армию, и тех, кто в Росгвардию, в армию, неважно, это уголовники и те отбросы общества, которые прячутся от своих тюремных сроков, прячутся на сегодняшний день от выполнения каких-то финансовых кредитных обязательств. И они проводили уроки рукопашного боя, каким образом стоит защищаться или нападать, точно не знаю. И это не единственный случай. В школах преподают уроки военной подготовки. Таким образом, они хотят завербовать украинских школьников и подготовить к мобилизации. Это не единичные случаи. Мы сами помним, когда в школах они начинают преподавать уроки сборки-разборки квадрокоптера, сборки-разборки автомата и начинают приучать к милитаризации уже в школе. Кроме промывки мозгов школьникам, агрессоры еще и активно рассказывают, как восстанавливают больницы, которые же сами разбомбили. Это наш Милитопольский родильный дом, который был отреконструирован еще в 2020 году. И был представлен для наших жителей в 2021 году, уже полностью открыл свои двери. Сейчас враг выдает эту реконструкцию за свою. Это неправда. Ведь до оккупации украинские власти активно занимались осовремениванием города. Но сейчас оккупанты это выдают за свои достижения. Смеюсь с этого по одной простой причине. С 2014 года наша команда в руководстве города работает с нашими европейскими партнерами. Европейским инвестиционным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Невка, ЕБРР, КФДАБЛ и разные-разные организации. Украинский фонд социальных инвестиций. Основная задача нашего сотрудничества с нашими международными партнерами – это улучшение качества сервисов на территории нашего города. Как раз в это время было реконструировано огромное количество школ, детских садов и, конечно же, медицинских учреждений. Окупанты хотят сделать с наших детей военных для своей армии, пока наши города превращают в пепел. Путинские войска только и делают, что убивают и разрушают все на своем пути. И только по собственным телевизорам рассказывают, как спасают население. Население, которое было счастливо и без них. Субтитры создавал DimaTorzok